Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема «Христос умывает ноги ученикам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стихи. И евангелист Иоанн Богослов опускает часть повествования, которое говорит о деятельности Господа Иисуса Христа от входа Его в Иерусалим до Тайной Вечери, то есть по нашему время исчислению от воскресения до четверга, поскольку эти события описаны у первых трех евангелистов. И изложив две речи Господа в храме Иерусалимском, Иоанн Богослов переходит уже к событиям на Тайной Вечере, с чего и начинается 13 глава. Первый стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Перед праздником Пасхи из следующего второго стиха будет ясно, что дальнейшее повествование относится к Тайной Вечере, то есть в четверг вечером происходят эти события. Зная Иисус, что пришел Его час, греческий термин ора передает древнееврейское цет в переводе 70 и вообще говоря, священное писание Нового Завета означает установленное Богом время, а еще установленное время для жертвоприношения, поэтому пришел Его час, пришел установленный Отцом час, период времени, принести себя в жертву за людей. Чтобы перейти из мира сего к Отцу, мир сей, выражение которого указывает на мир, лежащий во грехе, переход к Отцу, конечно же, указание и на воскресение, и на последующее вознесение Господа Иисуса Христа. «Полюбивший собственных в мире до конца полюбил их». Господь Иисус Христос, наставляя учеников, даруя им особую власть, исцелять болезни, изгонять духов и прочим образом показывал свою духовную любовь к ним. Но вот в эти последние дни перед принесением себя в жертву, он особенно проявляет свою любовь, в том числе и умывая их ноги. Второй стих. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его, упоминает этот момент Иоанн Богослов не случайно. В среду идет Иуда Искариотский к священникам для того, чтобы договориться о предательстве своего учителя за 30 сребриков. И на вечере он присутствует, уже имея это злое намерение. Однако Господь и ему также умоет ноги, потому что Господь до последнего дает возможность Иуде покаяться, обратиться и изменить свое собственное намерение. Третий стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит. Иоанн Богослов в этом третьем стихе, которое вводит в событие умовения ног ученикам, восклицает с удивлением. Иисус сейчас умоет ноги апостолам, хотя сам он, Иисус, знает, что Отец все передал в его руки. Он и Отец едины. Отец и Он действуют едино. И тем не менее, хотя он от Бога пришел и уйдет к Богу, он желает показать особенный пример смирения своим ближайшим ученикам. Четвертый стих. Встал с вечери, сняв с себя верхнюю одежду и взяв полотенце, припоясывался. И так, по сути дела, поскольку ученики с Господом возлежали во время ужина, Христос прерывает ужин, встает, снимает себе верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, потому что так делали рабы, которые умывали ноги и готов умыть ноги. То есть поступить как раб, раб перед господином. То, что действительно в древности рабы умывали ноги, причем это служение считалось самым низким служением у рабов, мы можем видеть из первой книги царств, из 25 главы. Там говорится о неком Навале, который жил на горе Кормил и обидел Давида и людей Давида. В отместку Давид решил захватить и уничтожить Навала и всех его сотрудников и все его имущество. Но жена Навала Авигея, услышав об этом, тайком взяла подарки, нагрузила их и вышла навстречу Давиду. А когда встретила Давида, пала перед ним ниц и извинялась, потому что до этого люди Давида поступили очень хорошо с людьми Навала. И вот Давид не стал мстить, не стал убивать, а вскоре Навал скончался. И вот Давид посылает за Авигеей, потому что хочет взять ее в жены. И далее мы читаем 40 стих. «И пришли слуги Давидова к Авигею, накормил и сказали ей так. Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». 41 стих. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала «Вот, раба твоя, готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Авигея подчеркивает, что она готова не только стать самой последней служанкой в доме Давида, но омывать ноги не только господам, а также его слугам. Поэтому, конечно же, умовение ног было таким служением, которое считалось даже среди рабов. Низким служением, служением не самым почетным. Но Господь исполняет это. Пятый стих. «Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Влил воды в умывальницу. Все делает сам. Поступает именно как раб для того, чтобы проделать все от начала до конца. «Умывает ноги ученикам и отирает полотенцем, которым припоясан». Шестой стих. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему. «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Из того, как излагает Иоанн Богослов, можно сделать вывод. Христос вначале омыл ноги каким-то другим ученикам, которые находились ближе к нему, и только после этого подошел к Петру. Иоанн Златоуст предполагает, возможно, что среди первых был и Иуда Искриотский. И когда Христос ему омывает ноги, Иуда дерзновенно дает Иисусу омыть свои ноги, потому что уже не ценит Учителя, уже хочет предать Его. Но вот Господь переходит к Петру, а Петр удивляется. «Как же это так? Тебе ли умывать мои ноги? Ты же и Учитель, и Господин». Седьмой стих. Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь позже. Тем самым, давая понять Петру, чуть позже я объясню, а сейчас тебе следует проявить смирение. Но апостол Петр проявляет некую горячность отрицания. Восьмой стих. Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною. Настолько важно, чтобы я тебе умыл сейчас ноги, что если ты откажешься, ты тем самым себя самого от меня обособишь. Ты уже будешь не там, где я, поэтому тебе необходимо проявить смирение». И вот здесь горячность отрицания у апостола Петра сменяется горячностью смирения, потому что теперь он хочет, чтобы Христос омыл ему не только ноги, но и другие открытые части тела. Девятый стих. Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Десятый стих. Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». В этой фразе Господа в первой части очень важная мысль. «Если твоя голова, твои руки чисты, тебе не нужно их омывать. Я умываю только то, что у вас грязное». Мы знаем, что очень часто перед ужином, если присутствовали рабы, они омывали ноги господам. Но это был особый ужин, и ноги не были умыты, поэтому себя Христос сейчас позиционирует как раб и моет только ту часть тела ученикам, которая действительно была грязной. Но из этого можно сделать вывод, что и Христос там, где мы чисты, он нас не очищает повторно. Он дает, конечно, благодать, но он нас избавляет от греха. Именно это он хочет показать ученикам, подчеркнуть им, что вам необходимо избавиться от греха и порока, тем более, что есть среди вас один, который в этом грехе и пороке буквально закостенел, потому что хочет меня предать. Одиннадцатый стих. «Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Почему же он так говорит, только намекает на предательство? Потому что, если скажет в открытую, Иуда Искариотский уже будет облечен, ему некуда будет отступать, и он в ожесточении сердца уйдет с вечери и предаст своего учителя. Отдавая такие намеки, аккуратные и осторожные, Христос все-таки надеется, что Иуда изменит свое решение. До самого последнего момента у Иуды был выбор, как поступить, предать учителя или от этого отказаться. Двенадцатый стих. Итак, Христос снимает с себя полотенце, опять облекается в верхнюю одежду, опять ложится, продолжается ужин, и он задает вопрос. Так вы поняли, что сейчас произошло? Тринадцатый стих. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Конечно, по-гречески это звучит несколько иначе. Используются два термина «редас колос», собственно, «учитель», а другой термин «кириос», который может быть переведен либо «господин», либо «господь». Конечно, мы переводим «господин», если речь идет об обращении одного человека к другому человеку, высшему себя. И переводим «господь», если речь идет об обращении к Богу. Что имел в виду Христос под этим термином? Как называли его ученики? Видели ли они уже в тот момент в нем Сына Божия воплотившегося? Или он имеет в виду, что вы называете меня господином, но я при этом, будучи вашим и учителем, и господином, поступил как ваш раб? И то, и другое объяснение приемлемы, потому что не меняют сути этого события. 14 стих. Итак, если я, Господь и учитель, или господин и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15 стих. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Христос объясняет. «Я ваш учитель и господин, но сейчас поступил как раб, причем выполняющий даже для раба самую непочетную работу. Если я так сделал, то и вы должны друг другу это делать». Но ведь невозможно свести это поучение Господа Иисуса Христа только к частному техническому случаю, когда ученики или последователи Христова, христиане, друг другу умывают ноги, если собираются где-то на собрание в каком-то доме или в квартире. Сейчас уже в этом даже нет необходимости, потому что мы ходим в обуви, и мы не моем ноги, когда куда-то приходим в гости. Значит, речь идет о другом. А мыть ноги Христос избавляет от греха, а если мы умываем кому-то ноги, мы этому человеку помогаем в духовной жизни. Ибо всякий раз, когда мы проявляем смирение, когда мы проявляем терпение, мы становимся созидателями духовной жизни и своей собственной, и окружающих нас людей. Помните, у апостола Павла есть такое наставление, что вы, духовные, должны с кротостью и терпением относиться, если кто-то рядом согрешает. Поэтому, конечно же, Господь, говоря, что вы должны омывать ноги друг к другу, имеет в виду относиться с терпением и смирением для того, чтобы исправлять недостатки ближних. Пятнадцатый стих. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Шестнадцатый стих. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Вы в любом случае не можете быть больше, чем я, потому что вы меня называете и господином, и вы мои апостолы, посланники. Хотя здесь, конечно, в греческом тексте стоит слово апостолос, у нас переведено посланник, но это именно то наименование, которое применяется к ученикам Христовым. Вы для меня апостолы, а я для вас господин, и тем не менее я для вас это сделал, поэтому вы не больше меня. Но если для меня не стыдно, а мыть ноги, значит и вам не должно быть стыдно. Тем самым Христос хочет сказать, не стыдитесь, когда ваши поступки имеют целью сделать что-то хорошее, доброе, созидательное. Не нужно этого стыдиться. Это приведет ко благу, это есть моя заповедь. 17 стих. По-гречески «если это знаете, блаженны вы, если будете это творить», стоит глагол пиэо, предполагающий творческий подход, ибо каждый раз, когда мы видим нашего ближнего, поступающего не так, как нужно, согрешающего, ведущего себя неадекватно, нужно приложить не просто немало усилия, но и немалую изобретательность и находчивость, дабы этому человеку помочь исправиться. И терпение, и смирение, и сострадание. Но если получится так сделать, то будем внутренне Богом обрадованы, приобретем именно то состояние в богословском отношении блаженства, счастья и радости, когда доброе дело по отношению к другому человеку возвращается и нам, потому что мы служители Господа Иисуса Христа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok